Здравствуйте! Начнем с приятного для нашей телекомпании события. Самые маленькие телевизионщики, участники проекта «Мысли вслух» стали победителями международного фестиваля детского телевидения «Включайся». Проект «Мысли вслух» телеканала «Свой регион» в нем участвует уже второй раз. В этом году авторы отправили в Москву один из выпусков одноименной программы и фильм «Арктика глазами детей». Фильм «Арктика глазами детей» стал победителем всероссийского конкурса арктических СМИ. Это 11-минутный фильм об Арктике, который изучали в музеях, на мастер-классах маленькие северодвинские исследователи. Героям фильма от 4 до 8 лет. Все они участники детского телевизионного проекта «Мысли вслух» телеканала «Свой регион». Его и отправили авторы на фестиваль «Включайся». Детская искренность, непосредственность и любознательность покорили сердца столичного жюри. Призовые статуэтки и подарки северодвинцы получили за победу в номинации «Кинолюбитель». Мы очень сильно радовались и нам подарили новый штатив. Я стояла перед толпой людей, которых было 700 с чем-то человек. Фестиваль «Включайся» проходит в Москве в 12-й раз. Организатор – Национальная ассоциация телерадиовещателей. Фильм «Наших ребят» стал лучшим среди 400 конкурсных работ. Участники – детско-юношеские студии и телекомпании со всей России. На протяжении трех фестивальных дней телевизионщики обменивались опытом на мастер-классах. Очень понравился открытый просмотр работ конкурсных. Конечно, не все успели посмотреть, но на этом можно поучиться. То есть разбирал их продюсер телеканала «Карусель» Антон Михалев. Очень запомнились мастер-классы по продюсированию проектов и фильмов. Как их снимать, их рассказывал Алексей Егоров. У него свой продакшн на телеканале «Звезда». И Антон Лаврентьев – экс-ведущий программы «Орел и Решка». Нас Женя Костюк задавал ему три вопроса, на которые из трех вопросов он ответил только на один. Победители наградили на сцене концертного зала «Королевский» в телецентре Останкино. Но это только одно из ярких впечатлений, которые ребята привезли из Москвы на родину. Мы видели куранты, ходили на Красную площадь, ходили в зоопарк. Мы ходили в Москву-сити на 272 этаж, и там был ресторан. Там была обычная тарелка ягод за 3800 рублей. В следующий раз герой детского проекта «Мысли вслух» встретится в октябре. У ребят уже есть идеи для нового фильма.